Добрый день, уважаемые цветоводы-любители! Сегодня мы с вами поговорим об еще одном способе размножения, именно вегетативно размножающейся питомии, той самой, которую мы с вами сохранили в зимний период. Это один кустик, очень маленьким череночком, осенью был посажен в горшочек, и вот в течение зимы он у меня в таком виде сохранился. Сейчас немножко рановато, конец декабря для размножения, но тем не менее, чтобы не опоздать с видеозаписью, и чтобы вы ее увидели вовремя, я вам покажу это сейчас. Это именно вегетативно размножающаяся питомия, та самая, которая обильно цветет, но не образует семян. За счет этого питомия не тратит силы на образование семян, и все силы уходят в цветение, в развитие зеленой массы. Сегодня мы будем размножать питомию в торфяных таблетках. Вот в таких торфяных таблеточках в обычных. Как мы это делаем? Для того, чтобы торфяная таблетка имеет обратную сторону, где полностью закрыта, и верхнюю сторону, где не совсем. То есть мы берем стаканчик с водой, водичку наливаем тепленькую, чтобы наш череночек сразу же попал в теплую водичку. И опускаем эту таблетку туда. Ждем минут 10. После того, как наша таблетка разбухла, вот она в таком виде у нас полностью разбухла, достаем ее. Я обычно проделываю тоненькой палочкой, чтобы не травмировать черенок, проделываю небольшое отверстие. И берем сам черенок. Черенок срезаем обычно верхнюю часть. Ну, на что у нас получается? Верхнюю часть отрезаем примерно длиной. Ну, что нам позволяет растение. Ну, лучше, если это хотя бы вот длина сантиметров 5-6. Делаем срез. Обычно лучше делать косой срез под листиком примерно расстояние 2-3 миллиметров. Вот таким образом обрезаем. Убираем нижние большие листики. Они нам ни к чему не нужны. И убираем верхушку. Вот. Получился у нас такой череночек. Рекомендую обмакивать в корневин. Но у меня они укореняются прекрасно без корневина. Поэтому на ваше усмотрение. Просто помещаем в торфяную таблеточку. Обжимаем ее некоторым образом. И, чтобы она хорошо укоренилась, для питонии, для молоденькой, ее надо поместить в какую-то закрытую среду. В любой контейнер с крышечкой. Если у вас их немного, если у вас немного самих черенков питонии, ну, маленький кустик, все, то можно поставить дополнительно еще какую-то емкость. И обязательно насыпьте туда, поставьте свои таблеточки торфяные с питонии. И насыпьте туда, пожалуйста, вермикулита. Для чего это делается? Чтобы наши торфяные таблетки не стояли в воде, а обсыпаны были вермикулитом. Он и поддерживает влажность, и не дает сильно излишней влаги. И потом, когда корешочки у нас образовываются, то они все-таки уже в какой-то более-менее влажной среде. Вот уже тут, видите, корешочки пошли у нас. Не сохнут, не высыхают вместе с торфяной таблеткой. Помещаем их, значит, в контейнер и закрываем. Если череночки у нас были не обрезаны макушки, то вот выглядит это вот так. Спустя примерно три недели. Если макушки были обрезаны, то она сразу начинает как бы куститься. То есть признак укоренения, вот корней мы еще не видим, да? Но если пошли вот такие уже пасынки, да, с под каждого листика наклюнулись, значит, процесс укоренения идет своим ходом. Один из признаков укоренения – начало рост нашего растения. Закрываем крышечкой и убираем при обычной комнатной температуре. Не надо ставить на холодный подоконник. При комнатной температуре оставляем. Примерно через 2-3 недели мы получаем такой вид имеет растение, то есть корешочки начинают проплевываться сквозь таблетку нашу Торфенон. Вот видите? Теперь следует их посадить. Сажаем в небольшую емкость. Ну, в частности, вот я посадила в такой стаканчик тоже несколько дней назад. Земля берется обязательно для того, чтобы облегчить укоренение нашей питуньи. Земля берется рыхлая. Рыхлый грунт с добавлением можно конского перегноя, но обязательно вермикулит. Можно перелить добавить. То есть, чтобы это была рыхлая почва, это облегчает рост и образование корней. После того, как вы пересадили свою уже укорененную питуньку, ее надо, вот эту верхнюю часть, ей надо обрезать. Она ни к чему. Оставляем буквально несколько междоузли. Макушку мы убираем. Так как нам с вами надо не одиночную такую ветку, а все-таки костик. Вот, убираем макушку и оставляем. Первое время также потихоньку закаливаем, закрываем их. Обязательно делаем дренажное отверстие в любой емкости, в которую мы посадили с вами питунью. И смотрим за дальнейшим разитием. Что мы увидим дальше? С каждой пазухи листика пойдут бурно расти вот такие вот у нас пасынки. То есть, она начнет куститься. Вот здесь у меня, видите, вот была обрезана макушечка. И, соответственно, пошла куститься. Как только пойдут вот эти миленькие наши цветочки, вот эти большие листики, большие листики, их надо удалить. Для того, чтобы они, во-первых, не затеняли молодые ростки, во-вторых, не забирали лишнее питание. То есть, вот отщипнутая макушка, вот пошел бурный рост пасынков, выбираем старые листья. Они тут ни к чему. То же самое делаем на маленьких растениях. Вегетативно размножаемая питония, обычное происхождение у нее Голландия, Германия, потом садовые центры, потом, соответственно, либо мы покупаем в садовом центре, либо у кого-то. И сохраняем он в зимний период. Как сохранить зимний период, я в своем видео показывала. То есть, надо по осени небольшой черенок таким же образом укоренить и перенести в квартиру. Поставить самое прохладное место. Подкармливать не надо, так как нам не нужно бурный рост, растений. Нам просто надо, чтобы она перезимовала. Ближе к весне, где-то я так рекомендую, конец января, уже можно начать подкормки. Для чего? Нам нужны ростки. Нам нужен бурный рост зелени для того, чтобы их начеренковать. Соответственно, мы подкармливаем, получаем рост зеленой массы, обрезаем черенков. Сильно рано это делать не надо, так как растение довольно-таки быстро наращивает массу и начинает цвести. Но желательно не затягивать, чтобы на маточном растении на нашем не образовались цветы. Потому как цветение, оно несколько угнетает рост. Растение начинает цвести, но не так бурно расти. Нам надо с вами сформировать кустики. Поэтому укоренять начинаем до того, как начали образовываться цветы. Примерно так это происходит. Все очень просто. Пробуйте, сажайте. В дальнейшем следите за вашими молодыми растениями. Все-таки, если вы садите сорт с очень большой верхней массой, то надо давать достаточный объем для корневой системы. Так как питание должно быть соответствующее. Конечно, если у вас плети будут по полметра, метру, все будет шапкой цветов, это не может быть в полулитровом стаканчике. Соответственно, объем грунта должен быть 4, 9, а то и 10 литров. В идеале даже в большом ведре прекрасно растет такая питунья. Особо ничего сложного в этом нет. Главное, не забыть проформировать ее на первом этапе, чтобы не запустить, не получить длинные ветки. Кстати, если вы не успели это сделать, да, ну вот выросла у вас такая вот одна вот выбилась длинная ветка и все висит и на сбоку. Ничего страшного. Вы ее так положите в горшок, либо повдоль горшка, либо поперек, как она уж согнется, ляжет у вас. Общепните нижние листики, ну не все, конечно, и пришпильки. Позволяет горшочек, значит, присыпки землей. Она благополучно укоренится, так как она укореняется и в земле у нас при посадке в землю. Даст также вот боковые роски и все это пойдет в цвет. То есть все недостатки всегда можно превратить в достоинство растения. Пробуйте, сажайте, я думаю, у вас обязательно все получится. Это один из способов укоренения в таблеточках для тех, если это там достаточно ценные сорта. можно укоренять также, просто сажая в грунт. Я показывала в принципе с неплохими результатами. Можно в таблеточках. В таблеточках укореняются они несколько лучше, скажем так. То есть отхода практически нет. Можно еще укоренять питонию в емкости с водой, но это несколько более трудоемкий процесс. Жду вас еще на своем канале. Подписывайтесь. Ничего сложного в растеневодстве в цветоводстве нет. Поэтому все нам доступно, все в наших силах. До встречи!